Это о прохождении пустыни, то есть вот у нас есть люди которые крестились, да, и которые крестились еще там какое-то время назад, и я понял, ну я как бы периодически об этом все равно все время говорю, как-то упоминаю, да, но вот сегодня хочу прям прочитать вот это искушение Иисуса в пустыне, немножко его разобрать, немножко именно о нем поразвышает, чтобы увидеть, чтобы вы могли увидеть для себя какие-то моменты, кто где находится, какие-то вот взять для себя на вооружение мысли, потому что ну действительно это важная тема, и она вот она всю Библию пронизывает собой, вот это вот прохождение пустыни детьми Божьими, как становление тебя как христианин, помните, вот я недавно проповедил проповедь про Давида, да, вот этот вот путь царя и становление личности, то есть мы как бы поразмышляли над тем, что Бог делает, что Он хочет сделать, что такое быть царем, да, что это стать личностью, свободной внутренне, да, и вот этот путь царя-то он через пустыню пролегал, да, то есть мы вот говорили больше о пути царя, каких-то тоже там примерах Давида, да, вот, и все это все равно вот связано с пустыней, вот где вы не возьмете, народ Израиля, Авраам, пойдем, Бог его вызывает, и куда он его ведет? через пустынные места, вот я тебе даю, говорит, эту землю, а там пустыня, понимаете, и вот он ходит там за Богом в ожидании обетования, да, в ожидании сына, и потом все получает, да, в процессе. Народ Израиля, я не знаю, сам Моисей сначала свою пустыню тоже как бы вот прошел, понимаете, он ее прошел лично, он был в Египте, потом Бог его, ну, как бы призывает, или он сам призывает, убивает этого египтяня и на 40 лет пасти овец. И Иаков, да, получает свое обетование, получает благословение в свою жизнь, да, обогнал своего брата, папа его благословил, высвободил слово, тот прошел, идет через пустыню, ему снится сон, и потом начинается реальная уже такая пустыня, где он пасет овец, становление его, как бы, характера личности. Народ Израиля, опять же, да, вышли из Египта, перешли через Красное море и пустыню, да, и мы знаем, что вот именно у них там, да, целое поколение просто вот вышло из Ратфана, умерло в пустыне, да, то есть как бы мы уже встречаемся с таким, что оказывается не все проходят пустыню, не все выходят из пустыни, для кого-то пустыня является как раз жизнью, всей жизнью. Понимаете, не то чтобы, я хочу говорить о том, что они умерли в пустыне, но они прожили жизнь в пустыне свою, понимаете? Вот это чуть-чуть проблема, понимаете, что иногда вот эта наша христианская жизнь, которая, по идее, должна нас привести в землю обетованную, да, вот пример хороший Иисус, Он нам показал вот правильную пропорцию жизненную. 40 дней пустыня, да, то есть как бы рос, 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 крестился, Дух Святой сходит, Дух потом повел его выбрасывать в пустыню, и он там встречается с искушениями от сатаны, выдерживает их, сдает свои аэкзаны и выходит из пустыни в служении. И мы видим, что больший перевес вот этой пропорции его жизни, он в служении на самом деле. Он в том, что дьявол есть там и там, я вот размышлял, знаете, и там в пустыне. Но в пустыне дьявол его атакует, а уже когда он вышел, кто атакует дьявола? Иисус. Он везде гонит дьявола, он идет везде, и где он появляется, дьявол бежит. Бесы выходят, люди исцеляются, понимаете? Вот в этом наше призвание настоящее, чтобы пройти пустыню. Потому что вот там тоже так написано, что Иисус, ну это мы сейчас прочитаем, да, что вот Духом поведен, Он наполнился Духом, Дух сошел на Него, и Он был в пустыню поведен. А из пустыни Он выходит как? Написано, в силе Духа, да? То есть наполненность Духа Его ведет в пустыню, а из пустыни Он выходит уже в силе Духа. И вот это то, куда нам нужно попасть, нам нужно пройти свою пустыню, да? И мы видим, что вот именно на народе Израиля, что нету временных отсечек пустыни, понимаете? Я говорю, что вот на примере Израиля мы видим, что пустыня может быть всей жизнью человека, постоянно. И человек даже, ну как бы, и не знает того, что на самом деле Бог для него приготовил. Той жизни, которой он, по идее, должен жить. Он вот остался в пустыне. Из-за чего они остались в пустыне? Из-за неверия своего, из-за ропота своего. Понимаете? Из-за ропота своего, из-за сердца своего, из-за того, что они вот, ну, не захотели вот меняться, не захотели смотреть на вещи так, как нужно смотреть, не смогли сдать свои экзамены. Задача Дьявола остановить человека в пустыне. Вот просто, чтобы ты не сдал свой экзамен, и ты просто остановлен, и все. И первое искушение, вот давайте мы прочитаем. Рука, четвертую главу, наверное, я открою, там у нас нескольких Евангелиях, это и есть. С первого стиха я прочитаю. Вот смотрите, да, про что я говорю. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Ардана и поведен был Духом в пустыню. Там сорок дней он был искушаем от дьявола, и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок залгал. И сказал ему дьявол, если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, но всяким словом Божьим. И, введя его на высокую город, дьявол показал ему себя царством вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами, и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Иисус сказал ему в ответ, отойди от меня, сатана. Написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему, если ты сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, ты не приткнешься, а камень ногой твоею. Иисус сказал ему в ответ, сказано, не искушай Господа Бога твоего, и окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. Вот в Евангелии от Матфея там немножко последовательность искушений немножко по-другому, и мне как бы вот для проповедя нужна именно та последовательность, мы уже не будем, наверное, читать, терять время, если что, сами можете прочитать. В этом тоже, думаю, есть определенное откровение, что за чем следует. Ну вот, сколько искушений дьявол давал Иисусу? Сколько? Три. Три. А я считаю четыре. Где четвертый, как вы думаете? Ладно, не буду вас мучить. Четвертый, это самое первое, если ты сын Божий. Вот она иногда, где зарыта собака вся. То есть, как бы, иногда вот этот вот его подход, как бы, и это то, это вообще самое первое, с чем мы сталкиваемся. Вот это вот неверие и непонимание своего статуса, непонимание, кто ты. Понимаете, что если ты уже подвергаешься искушениям, это тебе должно свидетельствовать о том, кто ты. Потому что просто так, что тебя искушают? Но если ты сын Божий, то он уже начинает нервничать. А вдруг этот сын Божий пройдет пустыню и вырастет? Понимаете? Вот что не хочет дьявол, чтобы сыны Божьи, они прошли свою пустыню. Потому что, ну, если они умрут в пустыне, в принципе, их это устраивает. Вы помните, как вот народ Израиля, они перед выходом из пустыни, они там уже были все дисциплинированные такие, да, они стояли по коленам. Представляете? И вот там даже есть такие какие-то строчки, что вот этот вот народ, который жил в земле обетованной, они уже туда поглядывали, в пустыню, и у них уже жилы начинали трястись, что там что-то готовится, что там уже просто вот эти вот легионы, да, что вот и это про церковь, понимаете? Это вот как пророчество того, что вот однажды сыны Божьи, они начнут влиять. Это то откровение, которым вот я живу, которое вам пытаюсь передать, что вся тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Чтобы вот сыны Божьи повзрослели, прошли свою пустыню, не просто сынки, не просто детишки, да, не просто вот которых ну нужно там с пипетки кормить, да, молочком все время кормить, да, как Павел говорит, что вам по времени уже нужно стать учителями, а вас все время нужно еще молоком, молоком и молоком. Да, и вот, вот такая картина она дьявола устраивает, когда детей Божьих, сынов Божьих нужно вот кормить молочком. И которые там сидят в своей пустыне, проходят свои какие-то испытания, ропщут постоянно на Бога, друг на друга, воюют там с Ним, его это устраивает, потому что то, что не хочет враг, а то, что боится, самое главное это вот когда сыны Божьи выйдут, когда ты как христианин выйдешь, когда ты выйдешь тоже не один, а когда мы выйдем уже в определенном числе, потому что вот это действительно будет влияние, понимаете, поэтому вот эти народы, они просто тряслись уже, помните, да, мы про Иерихон сегодня тоже вспомнили, то, что вот эта блудница Раф, она говорила, что мы настолько в нас духа не стало, что мы вот вспомним там, что Бог сделал с тем царем, как в море черное прошли, там, да, Бог с вами, что в нас уже все, духа не стало, мы вроде тут еще стоим такие крутые с виду, ну, а духа уже не стало, потому что вот сыны Божьи выросли, сыны Божьи созрели, сыны Божьи выходят из этой пустыни для того, чтобы влиять. Вот, и поэтому я говорю, что первое, в чем мы должны утвердиться о том, что мы, как бы, сыны Божьи, да, то, что я сегодня говорил, то, что ты принял Иисуса, принял, ты покаялся, покаялся, ты крестился, крестился, ты в церкви, в церкви, все, ты сын Божий, аминь. И, понимаете, все, не позволяя никаким сомнениям что-либо об этом тебе говорить, как-то вот, потому что будет искушание, если ты сын Божий. И вот самое первое искушение, оно как раз, да, ну, как бы мы первое уже сказали, сын Божий, да, тогда второе, да, или первое, как бы по стандарту такому, да, что если ты сын Божий, скажи хлебам, сделаться, скажи камням, сделаться хлебами, да, что это за искушение? Это то, в чем часто вообще происходит вся наша христианская жизнь. Я это называю, такой христианский, сверхъестественный материализм. Вот, два слова, которые очень хорошо это определяют. Сверхъестественный материализм. Вот часто наши отношения с Богом, они заканчивают, начинаются, заканчиваются и все крутятся вокруг этого. Как будто вот все, что касается Бога, это самое главное, чтобы Бог материализовал сверхъестественно вещи какие-то для нас. Понимаете? Нам нужно вот то, то, нам нужно решение каких-то сфер, нам вот денег там, я не знаю, работы, еще что-то. А Иисус говорит, что не всяким хлебом, не всяким хлебом жив человек, да, но не хлебом одним жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И часто вот действительно, ну Богу необходима пустыня для нашей жизни. Богу необходимо, чтобы ты научился питаться Его словом, Его откровениями. Потому что, ну, куда тебя дальше вести, как тебя дальше вести, если вот, ну, ты это не умеешь, ты это не знаешь. А когда ты будешь это уметь? Когда ты будешь это знать? Когда ты будешь голодный. Понимаете? Потому что если ты не будешь голодный, если у тебя не будет проблемы, если у тебя не будет вот этой жажды, взалкал, да, блаженной жаждущей и алчущей правды, да, блаженной нищей духом. Потому что ибо им принадлежит Царство Божие. Вот, ну, никуда без нужды в Боге, никуда ты не можешь двинуться. Но мы хотим от нее убежать. Мы хотим побыстрее, чтобы она испарилась, чтобы она быстрее растворилась, чтобы быстрее Бог сделал, да? И я говорю, что иногда церковь начинает играться, да, вот в это. Иногда вся церковь думает, что вот, ну, а, нам нужно сверхъестественное, самое главное, чтобы вот в церкви было вот это вот сверхъестественное, чтобы мы вот засвидетельствовали. Мы тут молились, и камни там, ну, пускай они в хлеб не превратились, но они шевельнулись. Знаете, вот иногда так, я засвидеть, шевельнулись, что-то шевельнулось там. И все, и вот рассказывают, что это шевельнулись. А на самом деле это уже остановка, это уже остановка тебя в неправильную мысль, неправильную идею, неправильное направление целое, что ты просто вот, и дьявол просто говорит, скажи камням, чтобы хлеб не сделался, да? начни просто говорить с камнями начни вот ерундой вот этой вот заниматься а Иисус говорит, ну это камно камни, камни, а то, что хочу я есть это то, что я хочу есть но я знаю, что Бог, он может меня насытить и помните, он действительно оно действительно так работает я вот иногда удивляюсь, я иногда там не ел и с утра не ел попроповедую здесь, помолюсь у людей я потом 3-4 часа вообще есть не хочу я, да, понимаете, что я люблю покушать но когда Бог наполняет я могу спокойно не есть и помните Иисус с самарянкой встретился он по идее остался, они устали он остался ждать около колодца пока они принесут покушать и тут пришла самарянка и он ей проповедовал исполнял волю Божью, она приняла она поверила, открылась и он так наполнился, так вдохновился я иногда поражаюсь вот этим думаю, мы иногда неправильно Иисуса воспринимаем мы думаем, что он такой вот ну, все знает обо всем вы знаете, вот как его, как человека вдохновило самарянка, встретишь самарянка его ободрило думаешь, Иисус, да ты там тысячам проповедуешь и ты даже вот, ну, не ободряешься а тут одна была и ты вот так ободрился так наполнился, вот такой наш Бог понимаете, и мы, на самом деле, вот, ну, тоже вот должны научиться питаться исполнением воли Божьей да, ну, вот, делая что-то для Бога наполняться Словом Ему, Его, да читать Библию, да, проповедовать Библию, да я рад, что я был в таком месте когда я рождался как христианин где вот была такая атмосфера вот этой вот любви к проповеди просто вот просто вот на прогулках они все там по двое, по трое и все Бог, потому что Бог, потому что Бог и все и ты уже даже вот еще не ответственный но я уже пытался пусть они не слушают но уже каким-то новеньким уже тоже что-то проповедовать, да, что-то вот рассказывать потому что я понял, как это вкусно я понял, как это действительно насыщает и вдохновляет поэтому научитесь питаться этим научитесь питаться Словом питайтесь Словом через то, что вы проповедуете другим тоже потому что когда ты будешь питаться Словом, питаться Библией ты не сможешь это удерживать тоже тебе нужно будет кому-то рассказать нужно будет поделиться каким-то откровением когда ты поделишься, Бог даст новое понимаете, и вот оно так живет, оно так течет И вот сегодня тоже мы читали про маму, которая с неба падала. Это тоже про образ Слова Божьего, про образ Иисуса Христа, про образ хлеба жизни. И вот как она в пустыне действовала, как это работало, что мы должны понять, как это работает для нас. Она падала каждый день. И нельзя было набрать сегодня на завтра. Они попробовали набрать побольше. Да, у них получилось. Но наутро, когда они открыли то, что они набрали, там были вонь и червяки. Понимаете, это все начало смердеть. И как бы Бог их научил. Ты вчерашним, оно не насыщает. Тебе нужно каждый день, я тебе нужен. Я хлеб жизни. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Аминь. Поэтому, ну вот, я понимаю, что мы в реальности, мы как-то вот медленно к этому приходим, к этому осознанию. Но вот сейчас столько возможностей, столько доступа. У нас, да, мы можем сказать, нет у меня времени читать. Слушай. Наушники есть. Ты ездишь на транспорте там куда-то, сидишь дома, что-то занимаешься с кем-то делами. Ну, включай. Включай проповедь. Иногда два-три слова, два-три откровения какие-то они раз тебя наполнили. А иногда вот это вот, обманут этот вот дьявольский. Да ладно, что ты уже все слышал, уже сто раз, что тебя может уже наполнить. Ну да, если тебе нужно уже входить в землю обетоманную, и ты уже достаточно вырос, то манна уже тебя насыщать не будет. Поэтому я тоже сегодня проповедую для, ну как бы, разного уровня, для разного времени людей, да. Поэтому, да, если вы вспомните, что манна перестала падать в последний год, когда они были уже в пустыне. Они уже начали питаться от плодов земли обетоманной. Вот, поэтому... Слово Божье живо и действовало. Понимаете, не хлебом над ним жив человек. Я говорю, что вот я вот в этой ситуации еще раз удивился, да, что вот есть обстоятельства, которые я хочу, чтобы они изменились. Я молюсь против них. Я не знаю, там, вот, они не меняются в этом новокубежский. Но я знаю, что Бог, мне все равно нужен твой Дух, мне нужен твое Слово, мне нужно твое откровение. И оно мне нужно вот, ну, каждый день. И то, что, как бы, вот в церкви я вот должен проповедовать там каждую неделю. Понимаете, у меня на самом деле проповеди вот такая вот чемоданчик. Ну, и виртуально, и так. И как будто бы вот, ну, как бы, я не переживаю о том, что я могу проповедовать. Но даже вот сейчас Бог как-то меня так держит, что я прям действительно в реальной нужде нахожусь. И я говорю, Бог, я не знаю, о чем проповедовать. Я хочу, потому что я не хочу проповедовать вчерашнее. Я не хочу проповедовать вот это кислое. Я хочу от Тебя свежее Слово для того, что людям нужно свежее Слово. И Бог верный, знаете. И Бог верный вот раз и все время дает каким-то образом. Иногда он может вот, как я иногда вижу, если он там хочет, чтобы какой-то другой человек проповедовал, он раз мне не дает. И я начинаю тогда, ну, что может быть тот другой тогда должен проповедовать. И тогда раз, и действительно раз другой. Ну, потому что зачем Богу там иногда что-то давать, если ты этим пользоваться там не собираешься. И мне вот нравятся эти живые, настоящие отношения с Богом. Потому что я действительно вновь как вот, как маленький я нуждаюсь в нем. Нуждаюсь в его живом, настоящем Слове. Потому что вот и каждый раз удивляюсь. Когда оно приходит, оно полностью наполняет. Оно полностью покрывает. Поэтому это то, чему мы должны научиться вообще. И потому что, когда мы выйдем из пустыни и будем уже жить, да, куда нас Бог хочет привезти. Он хочет, чтобы мы все равно вот это сохранили. Вот эту нужду в Боге, вот эту жажду в Боге. Вот это вот понимание, вот этот вот навык питания Божьим Словом. Понимание того, что мне нужен Бог. Потом, как он их еще в пустыне там, вот, ну, такое слово некрасивое так, дрессировал. Да? Ну, тренировал, да, Бог тренировал точно. Дрессировал. Помните, там был столб огненный и облако. И помните, какой был смысл вот в этом? Что, вот здесь там целый народ. И у них, чтобы стан поставить или собрать, это там несколько дней надо. Там, ну, вот это вот все сложить там. Там же вообще. То есть, вы знаете, что такое переезд, да? Ух, как иногда говорят. Два переезда, как один пожар, по-моему. Да, по-моему, вот, ну, как-то так. Есть пословица. И вот там было сказано им, что переезд и переход будет тогда, когда облако поднимется и пойдет. И вы поднимаетесь, собираетесь и пошли. И хорошо, да, когда иногда облако там раз в полгода или раз в год поднялось и пошло. И они такие, раз, нормально. А иногда раз только расположились. И там прям было им прописано это. Если даже облако быстро поднимется и пойдет, вы поднимаетесь. И даже если оно вчера там встало, а завтра опять пошло, вы все равно встаете, собираетесь и пошли. Понимаете? И вот Бог целое вот, ну, да, одно поколение исправлялось там в этой пустыне, да, в своей вере, да. А второе поколение училось, да, для того, чтобы войти в землю обетованную и быть. Победителями в этой земле обетованной. Быть вадимыми Духом Божьим. Аминь. Потому что это наша цель. Даже не цель, это наше, ну, как бы и средство, и вообще это наше оружие, и вообще весь смысл. Вадимыми быть Духом. Потому что мы не просто вот христиане, я христианин и все, а что с этим делать? Не знаю, я спасен. Жду, на чемоданах сижу, когда поезд приедет, для того, чтобы уехать на тот свет и быть в район. Вот мой смысл жизни здесь. Да не этот смысл жизни. Понимаете, не этот смысл. Во всяком случае, в этом времени, в этом поколении точно не этот смысл. Если когда-то там и был этот смысл, что, ну, ничего сделать, тьма, по земле, ты вот, ну, вот просто, надо просто сидеть где-то там и сохраняться там, да. И действительно были такие времена, да, при коммунистах, но такие времена были. Не рыпнешься, не сунешься, да. Не нужно было идти там и на стадион, и просто убили тебя, всех твоих близких, и все, и никому ты ничего не доказал. Тебе, вас просто меньше стали, как христиан, и враг лекует. Все. Но в сегодняшнее время оно другое. И мы должны это понимать. Потому что Бог предопределил все пределы и времена. И сегодня у нас есть возможности. Но сегодня тоже будет, да, в мрак покроет землю, а на тобой будет сиять Господь. И это уже другое, что Бог будет через этот свет. И там написано, что я буду приводить народы к твоему свету. Я буду приводить людей. Вот, и вот я говорю, очень интересный такой прообраз, который в пустыне. Манна, которая каждый день падает, которую нельзя набрать на два дня, на три дня. Которую каждый должен собирать сам. Манна, которая на вкус была, как медовые лепешки там. Еще есть такое, как Притания. Говорилось, что манна, каждый, который ел манну, она была тем, что он сам любил. И как бы становилась вот чем-то таким для него радостным. Ну, нравилась она, да. И она насыщала. И это как тоже откровение Божье Слово. Одного вот эти откровения наполняют. Другого вот эти откровения наполняют. К одному это слово, к другому это слово, но всех что-то наполняют. Вот, поэтому... И... И... Ну, действительно, то, что... В чем там еще проблема-то была? Они ровтать же начали. Что... Ой, манна, устали уже. Только манна. Мясо нет. И им дали мясо, да. И, ну, и это тоже, как бы, мы можем сказать, что, ну, бывает у христиан. То есть, как бы, ну, ты привыкаешь, слушать, пробовать, читать, и все. Вроде как одно и то же, когда же там следующее, или еще что-то. Ну, вот через эти прообразы мы все равно должны научиться. Да, что роптать не стоит. Роптать не нужно. Да, что в этом никакого смысла нет. Что, ну, как-то сетовать на это, устал, одно и то же, и ничего не наполняет. Тебе просто обновление нужно. Тебе просто нужно, чтобы вот, ну, сам Бог тебя обновил, духа дал. По-новому это увидеть. Или Он хочет, чтобы ты переходил уже на другой уровень. Потому что, ну, действительно, не был план Божий, чтобы народ Израиля 40 лет был в пустыне. Понимаете? Не был, не был этот план. Поэтому, устал просто слушать проповеди, иди учись и начинай сам проповедовать. Понимаете? Ну, как бы, вот, ну, переходи на какие-то другие уровни. И будет. Потому что, вот, ну, я вот сколько проповедую, я не устал проповедовать. Я обожаю проповедовать. Для меня это самое лучшее, самое вкусное. А когда какие-то новые откровения приходят, это вообще. Я не могу дождаться дня, когда я буду опять, ну, как бы, вот этого дня, когда я буду говорить вот эти откровения, когда они начнут течь. Потому что, ну, это очень круто. Это вкусно. Это действительно, вот, ну, настоящая пища. То, что наполняет. И ты, и смысл у тебя приходит, и обновляешься, и жизнь кажется интересной, веселой, в правильном направлении. И все хорошо. Потому что, ну, вот, действительно, Бог нас хочет научиться, научить питаться от Него. И научить нас, вот, этому духовному, сделать нас духовными людьми. Потому что, ну, мы изначально, как бы, родились, и мы, как бы, вот, о духовности своей только догадывались. Или где-то, там, читали в каких-то водолеях, журналах, там, нас влекло, там, это, всякое сверхъестественное, там, и так далее. Да я их читал в 90-е, самые любимые мои статьи были. Да, 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 да. Вот, лишь бы, вот, там, а сейчас, вот, по РЕН-ТВ, там, да, и все. Человек обсядут, и вот, таинственные сокровища, и все, да, такое лабуды нанесут, да. А вот оно, в Библии, настоящее, духовное, понимаете, у нас есть настоящее, духовное, можем понимать, как устроен духовный мир, как в нем жить, как в нем двигаться, как им пользоваться, вообще, как побеждать. Вот оно, настоящее, и оно, и оно не такое, вот, прям, магическое, оно интересное тоже. И вот, в жизни Иисуса Христа мы это все видим, на его примере. Ну, и про ропот очень важно, да, что, вот, в пустыне можно заразиться этим состоянием сердца, ропотом. И часто, вот, то, что я хотел про это сказать, часто, это проявляется не в ропоте на Бога. Это проявляется в ропоте на лидера. И вот тут нужно обратить внимание, как ты реагируешь там, пастор там, или еще кто-то. То есть, каково твое сердце по отношению к этому. Потому что, вот, они, как бы, напрямую-то на Бога не говорили, они на Моисея все время, как бы, говорили. И Моисей, как Бог, приходил и жаловался, он говорит, да не на тебя они, ну, на меня они. Ну, то есть, и Бог это воспринимал. То есть, вот, это нужно понять. И нужно, вот, когда ты видишь, может быть, вот этих людей, ропщущих, да, поправить. Потому что, ну, у тебя, как у ближнего, его есть эта возможность, вот, ну, направить, исправить, сказать, что осторожно. Потому что ты ропщишь, на самом деле, не на человека. Ты на Бога ропщишь. Потому что Бог ставит людей, Бог ставит, вот, ну, вот таким образом, Он хочет, чтобы люди поняли этот принцип. Понимаете? Поэтому это такой очень важный принцип. Помните, там, к Самуилу пришли, царя попросили, вот, там, агарчоса, да не тебя они отвергли, меня они отвергли. Потому что тебя-то я поставил. Вот, поэтому тоже такая небольшая иллюстрация об этом. И тоже должны мы понять, что это вот в пустыне будет происходить. Поэтому от этого нужно исцеляться, благословлять, да, поэтому, вот, Павел пишет, молитесь за своих наставников, благословляйте им. Как бы, вот, ну, поймите их, да, что они ношу какую-то несут, да, что им решение принимать, да, что, ну, там, нравится иногда, не нравится иногда решение. Ну, человек их принимает, всем не угодишь. Понимаете, иногда, вот, как вот, да, там, с Наташей, она тоже там одна, не, а, я контролирую его, там, что он там говорит, что он слушает, что он там, да. Иногда, да, иногда, вот, такие прихожане, они контролируют себя. Вот. Ну, лучше встань тогда и веди то же самое, иди сам, да, бери на себя, как бы, ответственность, да, заявляй об этом. Вот. Ну, не готов это делать, поддерживай, поддерживай, молись, в любом случае, пойми, что это воля Божья о тебе, чтобы ты молился за начальство и власть. Все, вот так это работает, вот такой это принцип, поэтому нужно быть осторожным. Если ропщешь на вышестоящую, как бы, это ропщешь на Бога. Вот оно, вот оно как работает, поэтому, потому что, вот этим людям, им часто, вот это очень трудно понять, прям вот очень трудно именно это понять. Понять и принять. Потому что они почему-то считают, что они, наоборот, Бога защищают, что у них с Богом вообще все прекрасно, Бог, Он полностью за них, и у них вообще все в порядке. Проблема вот в этом, вот в этом, вот в этом человеке, вот кого они так критикуют. Ну, я рад, как-то, что у меня, вот, Бог милого, как-то я сильно никогда не роптал, не критиковал, понимал всегда и как-то старался больше благословлять. Не всегда был согласен, это не значит, что там нужно быть согласным, не иметь своего мнения, полностью подчиняться. Нет, дело не в этом, но просто задумываться, понимать, ну, понимать, что, да, у человека делает так, у него ответственность перед Богом, он ее несет, и время покажет, посмотрим. Вот, а моя, мое место молиться за это, да, пока я сам не встал там на эту позицию. Вот, ну, будем закругляться, я сегодня больше хотел поговорить о, вот, как-то, вот эти первые искушения, да, про хлеб, как-то это мне больше пришло. Ну, другие два я тоже зацеплю немножко. То есть, да, с чем мы в пустыне сталкиваемся? С тем, что нам надо научиться питаться Богом, питаться Божьим Словом, да, вот полностью, чтобы это стало нашей настоящей пищей. Вот оно, как бы, первое, основное, потому что, когда ты питаешься Богом, все остальное Бог сделает, понимаете, вот как ты, да, причастие принимаешь, все, дальше не твоя забота. Семя попало, оно начинает расти, Бог начинает с тобой разговаривать. Поэтому твоя задача просто поливать это семя, возделывать свою землю, ну, как бы, вот, и ждать, ожидать, верить, да, потому что человек не знает, как семя растет, понимаете, это тайна. Бог сам созидает в тебе вот эту новую личность, нового человека, он тебя взращивает и так далее. И это мы должны понять. Но есть вот очень важный момент, следующее искушение, которое пришло, оно пришло как раз, когда Иисус ответил, ну, это вот в Евангелии от Матфея, когда Иисус ответил, что не всяким хлебом жив человек, но Словом Божьим, я вот тогда, такой, ну, на крыло храма его ставят и говорят, бросься вниз, ибо написано. Потому что Иисус ответил, да, что написано не всяким хлебом жив человек, но всяким Словом, да, Он ему Писанием ответил, да, что, ну, не просто там, своими мыслями. Иисус ответил Писанием, то есть, да, то, что Бог хочет, чтобы мы научились, да, думать Писанием, понимать Писанием. И следующее искушение уже идет вот в этой сфере, а еще вот написано, ангелом своим повелит, а ты сбросься. А Иисус ему говорит, написано так же, не искушай Господа Бога твоего, да. И вот, ну, другой уже такой уровень, он более хитрый, это уже не просто питаться Писанием, просто знать Писание, ну, правильно знать Писание, адекватно знать Писание. То есть, уже различать дух Писания, не просто быть симфонией такой, да, знаете, да, вера, ну, вера от слышания, вера, она это, вера, она то, вера, надежда, любовь, все стихи по поводу веры перечислили, да. И можем еще по поводу спасения стихи перечислить и еще чего-то, но вот должно работать как бы правильно. И мы видим, что Дьявол может залезть в эту сферу, он вот своим духом меняет смысл, меняет настройки, он пытается тебя вот в неправильные какие-то вещи. Вот здесь уже нужно быть осторожным, здесь уже нужно научиться Писанием, ну, лавировать, не просто его знать, не просто его цитировать, да, но вот правильно применять. Аминь. Поэтому это тоже, ну, определенное время, определенная задача, это то, что Бог хочет, чтобы мы научились делать. Потому что, опять же, в земле обетованной без вот этого делать нам ничего, если мы не умеем. Поэтому, если вы такие исправляетесь, если видите каких-то других людей, ну, тоже как бы, ну, направляйте их, скажи, ну, не просто цитируй, не просто, только вот нужно знать, не применяй правильно, и так далее, да, то есть подсказывайте, помогайте, потому что, ну, замечайте таких, потому что я говорю, мы церковь, мы все равно, ну, понятно, что мы не можем всех там исправить, там, да, и будем всех тюкать, но все равно мы должны это понимать. Я бы очень хотел, чтобы мы были такой церковью, которая в большинстве своем, как бы, адекватна. Потому что я видел целые церкви, которые, вот, ты смотришь на них, понимания нету практически. Они просто цитируют, просто вот большинство людей, они как-то вот, вот настолько поверхностно это все знаем, настолько они не вдумываются, не задумываются, просто вот первое попавшееся бросают, цитируют и так далее. Все провозглашают, с храма прыгают, там, на ангелах они летают и так далее. Вы понимаете, потому что у меня, как откровение, такое было не факт бы, что Иисус бы не полетел. Ну, как бы ангелы бы там его не понесли, понимаете? Но это была бы остановка. Это началась бы, опять же, игра такая вот сверхъестественная, такое вот просто мои личные полеты, по моей какой-то личной воле, инициативе, по моему откровению. Вот. А на самом деле нужно просто вот научиться правильно толковать Писание. Вот бы я как назвал второе искушение. Это правильное толкование Писания. В правильном духе. В правильных приоритетах. Аминь. И третье, третье такое искушение, то, что тоже происходит в пустыне, это искушение, как бы, неправильного времени. Не твое время. Вот. Потому что, как бы, правильное откровение, но неправильное время. Смотрите. Чего Станайсису предлагает? Все царства мира. Богатство и слава. А ведь это то, что принадлежать будет Иисусу. Это то, что ему принадлежит, то, что будет принадлежать церкви, то, что, в принципе, Бог нам обещал. Сделал их наследниками мира. Мира. Не мира в плане покоя, а мира. Земля обетованная, весь мир. И дьявол искушает Иисуса в его мечте, в его откровении, на его, вот, в базе, на его мышлении. Он царь царей и Господь господствующий. Но что там не так? Время не то. Время не то. Не время, еще. Я еще не сделал то, что я должен сделать. Я еще не пошел на крест. Я еще не умер. Я еще план Божий не испорил. С чего я буду всем этим сейчас обладать? И, ну, вот, 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 вот эта мысль. И часто, я говорю, ну, кого дьявол не может остановить в этих двух моментах, он может остановить вот в этом моменте. Что перенаправить человека вот в эту духовный эгоизм такой. Быть для себя христианином, помазанником для себя. Понимаете, использовать вот это вот помазание для, и он подключится, вот, он сможет поднимать. И мы можем видеть на примере вот тех же Божьих генералов, если кто изучает историю, и великих таких, ну, людей, которые действительно были помазаны, очень сильно помазаны. По-настоящему помазаны, с откровением, с силой Духа Святого, как они падали. Потому что часто они хотели вот это вот помазание использовать для себя, самим стать царями, да. Но Библия нас чего учит, пусть из вас кто хочет быть большим, будет меньше. Понимаете, вот она настоящая духовность. Настоящая духовность стать вниз и делать, и толкать других вперед, толкать других вперед. Это то, что сделал Иисус. Это настоящее христианство. Это то, что сделали апостолы. Понимаете? Это не то, что я сейчас должен, вот у нас центр там начнет, и я сейчас возьму и свои жилищные условия поправлю, там, еще что-то начну, благодаря этому. И я могу это вот себе даже объяснить. Понимаете? Потому что, ну, я же потрудился, пора мне уже пользоваться чуть-чуть всем этим, да. А я понимаю, что работа-то еще вовну. Понимаете? Еще поднимать и поднимать. И их надо поднять, и чтобы они других подняли, и так далее. Отдыхать там будем. Понимаете? Отдыхать там будем. Царствовать начнем, когда они будут царствовать, как Павел говорит. Он говорит, вы уже тут наелись, присытились, царствовать стали. Ох, если бы вы действительно царствовали, чтобы мы с вами царствовали. Потому что вот Иосиф, он когда стал царствовать, вся его семья стала с ним царствовать. Понимаете? И для меня вот когда мы можем царствовать? Вот когда всех сделаем счастливыми, тогда начнем царствовать. Соответственно, скорее всего, не скоро. Но, но, Бог знает, как нас благословить, наполнить, чтобы вот перекрыть все твои нужды. И ты будешь радоваться победам, будешь иметь какое-то жало в плоть, да? Для того, чтобы не улететь, для того, чтобы не возгордеться. Потому что, ну вот так оно сейчас. И это на самом деле, ну круто. Поэтому, суть пустыни. Укрепить тебя в Боге, вырастить тебя в полной зависимости от Него. И я наблюдаю то, что пока многие обстоятельства, они действительно не решаются, как бы закрыто. Да, и я еще хотел одно место такое прочитать. Тоже вот его к этой проповеди. Вот я вам рассказал, что все было связано с пустыней какой-то, да? То есть, бытие, видишь, Иаков, Авраам, Моисей, Давид, Иисус. Все, все, все через пустыню. У нас церковь новая родилась. И потому что все равно церковь новая родилась. Может быть она родилась и старой церкви, но она родилась новая церковь. Все равно. И вот для меня это откровение, 12 глава откровения, просто эти вещи, которыми я живу, для меня это вообще просто сокровище. Здесь вообще просто для меня Божий план описан, для нас, для церкви. И эти вот строки, они из будущего как бы, да? Потому что откровение, оно вот про этот будущий план, да? То, что мы посмотрели, как было у Иисуса, мы посмотрели, как было у Давида, как у Моисея. А что-то как будет у нас. И у нас так же, пустыня. И откровение, 13 глава. С 5 стиха я прочитаю. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит почти все народы железным и железным. И вот искищено было дитя ее, Бога и престола его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место, чтобы питали ее там 1260 дней. И так веселитесь небеса и обитающие на них. Горе живущим на земле и на море. Потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости. Знаю, что немного ему осталось времени. Вот, ну, кто-то услышит это, кто-то не услышит, кто-то примет, да? Вот некоторые ждут восхищения церкви, да? И кто-то думает, что кто-то куда-то полетит. Мое личное мнение, что никто никуда не полетит физически, что это про восхищение церкви, что это про хождение в духе, что церковь должна начать ходить в духе, начать ходить по небу. Вот, да, то, что женщина родила младенца мужского пола, это церковь рождает церковь. Ну, это вот, кто примет, тот примет, да? То есть, как бы, и вот это вот, то, что родилось, оно было забрано к престолу Бога и так далее, да? И потом мы видим вот эти слова, что «веселитесь небеса и обитающие на них, горе, живущим на земле и на море». Потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени, да? Что это вот символизирует, да, и показывает нам о сути, то, что «радуйтесь небеса и обитающие на них». То, что в последнее время будут люди, которые будут реально вот как в духе ходить по небу, и это будет и есть восхищение церкви. То, что будут люди, которые в духе ходят по небу. И будут люди, которые, вот тут написано, горе жителям земли, горе жителям моря. То есть плотские и мирские, они будут страдать, потому что дьявол их будет очень сильно донимать. Потому что здесь написано, что он сошел в великой ярости. Для меня вот, я живу как бы этим откровением, и это то, что примерно происходит, то, что я наблюдаю, это откровение очень сильно помогает смотреть на то, что происходит, и на то, что нужно делать, да? Что нужно ходить в духе, чтобы тебя это все не касалось, как бы, да? И помогать выдергивать оттуда вот, ну, уже людей, которых он достал. И дальше. Вот, то есть мы видим о некой такой битве, что женщина рождает младенца, что все-таки настает то время, когда родилось то, ну, для меня такое откровение, то поколение, та церковь, которая повлияет на эту землю, которая вот действительно станет вот как Христом для этой земли. Потому что это должно произойти все равно в одном поколении, в одном определенном времени таком, вот, как у Иисуса происходило. Вот, и нам здесь описано вот это вот поле боя немножко, то искушение, которым дьявол будет искушать людей вот в этом будущем, да? То есть мы видим, что у всех были какие-то свои испытания, да, в Ветхом Завете, у Иисуса, да? То есть мы взяли для себя то, что нам нравится, но у нас еще есть описание искушений, последних искушений, как это будет выглядеть вот именно уже для нас. И для меня это, вот это искушение заключается в том, что дьявол пустил реку для того, чтобы увлечь женщину рекою. Река в пустыне, как вы думаете, это хорошо или плохо? Хорошо. То есть дьявол предложил некую реку, некую реку возможностей, чтобы увлечь женщину рекою, да, чтобы дать вот эту воду, да, от себя, вот увлечь, дать напиться ей, дать ей возможности. То есть это действительно река возможностей, то, к чему сейчас все люди пытаются стремиться, чтобы сейчас там бизнес процветал, дело шло, там, ну, не знаю, что-либо угодно, и вот все пытаются, но знаете там, кто помог женщине? Земля. Не женщина сказала, нет, я не буду пить эту, не мы хотим, если река притечет, мы обязательно начнем ее вкушать, плавать и так далее. Вот почему сейчас у многих из вас не идет в жизнь что-то. Вот не срастается, потому что земля вам помогает, потому что вот эта вот высохшая земля, потому что вы в пустыне, потому что план Божий для вас, чтобы вы научились зависеть от него, чтобы вы смогли сохранить эту жажду, чтобы вы не увлеклись этой рекой и вот не стали тем, кем вы должны стать. Потому что вот действительно это так, сегодняшнее время такое, по телевизору, возможности, тренинги, надо, успех, туда-сюда, понимаете? И это то, что он пытается пустить, это то, что пытается увлечь Божьих людей тоже. Но у нас есть помощь. Это земля. Земля, которая проклята. То, что у нас что-то не получается реально, потому что вот то, что я говорил, да, вот этот вот мой объект, понимаете, вот она моя земля, да, вот это вот, мы не, у нас не получается вот сдать туда-сюда, но Бог действует параллельно с этим, понимаете? Потому что вот, если сейчас там Бог нам даст кучу денег оттуда и все, ну не будем мы такие, какие вот мы, когда этого нет, понимаете? Когда этого нет, мы ищем Бога, мы проходим свою пустыню, мы учимся питаться от Слова Божьего. Еще просто, ну, не настало время для того, чтобы вот Царство Божье, оно еще вот, ну, стало влиять, да? Но уже я в предвкушении, на самом деле. Я понимаю, ну, вот мое пророчество, что весной у нас выход из пустыни. У меня, вот это очень часто. Поэтому, кто примет это, примите, да? То, что Бог все равно, понимаете, ну, сокрушит врага. В римлянах есть очень хороший стих, что такой, как я его сейчас найду, потому что шикарный стих. Он как обетование, он так отдельно выделен. Я его раньше даже как будто не видел. Ага, быстро я нашел. 16-я глава, 20-й стих. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими. Вскоре. Благодать нашего Господа Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Вот вам обетование. Павел пишет церковь. Римлян. Он говорит, вскоре Бог мира сокрушит сатану под вашими ногами. Это будет, вы это переживете, вы это увидите. Но это будет скоро. И еще не произошло. Еще не полностью, еще враг не проверен. Еще он пускает свою реку. Земля помогает. Казалось бы, да, вот эта вот проклятая земля, да? Как бы, я вот сейчас иногда с людьми общаешься, и говорят, вот, ну, что-то не так. Бог так все сотворил, а люди все испортили. Все нормально. Все нормально. Ничего люди не испортили. Бог все контролирует. Идут процессы. Бог хочет, чтобы мы, чтобы у нас тоже было кого побеждать, кого топтать. Понимаете, чтобы мы смогли, вот, действительно провести это разделение, да, того, с кем быть. С сатаной, или с духом этого мира, в этих похотях, или в воле Божьей. Потому что в воле Божьей тоже есть исполнение наших мечт и желаний. Христианство это не мазохизм какой-то, когда нельзя, не трогай, не ешь, и так далее. Это вообще не то. Понимаете, это закон. Это то, что было дано до времени. Но Бог нас хочет, вот, действительно привести в землю обетованную, где у нас будет получаться, где будет работать, где будут семьи, дети, бизнеса, условия, понимаете. И все будет вскоре. Когда сокрушит сатану, самого главного, противного, понимаете. Когда победит этот дух, понимаете, который нас часто захватывает и пропитывает. Вот этот эгоизм, который люди привыкли жить для себя, и спрятать друг от друга какие-то ценности, не давать друг другу жадничать и так далее, накапливать, во тьме скрывать и так далее. Бог говорит, скоро я сделаю. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...